20 тысяч гривен и 7 дней. Именно столько средств и времени понадобилось запорожскому режиссеру для создания полнометражного фильма. Комедийная сказка «Казак и смерть» Антона Жачко с успехом стартовала в кинотеатре имени Довженко. Перед премьерой создатели и участники фильма традиционно встретились со зрителями и раскрыли некоторые тайны съемок. Колоритные образы, украинский пейзаж и загадочная музыка. Фантазийная комедия «Казак и смерть» снята в лучших традициях Гоглевского вия, делятся впечатлениями первые зрители. Сам режиссер уверяет, несмотря на довольно мрачное начало, фильм вышел добрый и позитивный. По словам Антона Жачко, картина призвана поддержать украинцев в нелегкое для страны время. Фильм, как никакое другое искусство, оно может вдохновить. Вдохновить на победы, вдохновить всю нацию. Начинающий актер Денис Харланд, сыгравший в фильме «Казака», откровенничает. Очень удивился, когда его пригласили на съемки. Говорит, не все получалось с первого дубля, но в итоге втянулся в творческий процесс. Своими впечатлениями о работе над фильмом делится и второй главный герой – «Смерть». Эта роль досталась актеру со стажем Станиславу Шкляренко. Маска силиконовая. Это был август месяц. Было очень жарко. Плюс поверх мне приходилось одевать еще женский чулок, который я одолжил у своей жены. Вот, прекрасная вещь. Было очень жарко. Я меньше, наверное, опытный, чем у нас еще команда носит чиселых казаков. Там есть более опытные ребята. Они немного больше, чем я занимаются этой справой. У нас очень поважные и очень умели джуры, которые тоже очень много умеют и очень много, что могут показать. Кинокартину удалось снять практически с нулевым бюджетом, рассказывает Антон Жадько. Но, признается, ставить очередные финансовые рекорды не хотелось бы. Надеется, к созданию следующих лент подключатся спонсоры. И украинское кино со временем сможет конкурировать с голливудским.